На одном из крупнейших предприятий по переработке металлолома уже два года реализуют безналичную оплату. Суммы для физлиц получаются больше, чем по оплате наличными. Да и в бизнесе все прозрачно. Принимают все, что можно найти дома, в гараже. Металлическую посуду, радиаторы, батареи, аккумуляторы. Есть четкий перечень того, что ни под каким предлогом сдать не получится. Нельзя принимать от физических лиц. Это люки, это памятники искусства, предположим, бронзовые, латунные, даже части. Предположим, какую-то часть от какого-то памятника привезти нельзя. Дорожные знаки нельзя привозить. И ЖДЛОМ. Дорожные знаки ЖДЛОМ сдать могут только специализированные организации, имеющие на это разрешение. В частном порядке сделать это не получится. По закону в пункте приема металлолома у физлица должны потребовать паспорт. На каждую партию лома составляется акт. А если решил сдать цветной металлолом, то нужно написать заявление, в котором указать, что за металл и откуда он. И, конечно, под всем этим нужно подписаться. Но правила эти работают не во всех пунктах приема.